Криатлон – спорт выносливых людей. На Малаховском озере прошли соревнования среди любителей закаливания и зимнего плавания. Участники из Чебоксар, Нижнего Новгорода Москвы и поселка Малаховка преодолели 3 километра бегом, 5 километров на лыжах и 50 метров в проруби. Григорий Ворванин продолжит. Криатлон – молодой вид спорта. Он совмещает в себе бег, лыжи и плавание. И все это в холодное время года. В Подмосковье подобный турнир проводится четвертый раз. Место выбрали и на Малаховском озере. В турнире приняли участие 24 спортсмена. По условиям соревнований участники должны преодолеть сухопутные дистанции в футболке и шортах. Из-за порывистого ветра и мокрого снега организаторы разрешили некоторым участникам бежать в спортивных костюмах. Все-таки пробежать 8 километров, пускай даже на лыжах 5 километров, это уже отнимает какую-то энергию. Потом проплыть в холодной воде, это тоже мышцы уже будут. И давление поднялось у тебя после бега. И холод, охлаждаешься ты в воде. Самая юная участница подмосковного Криатлона – Диана Смирнова. Ей 16 лет. Она не испугалась ни снега, ни холодной воды. Среди девушек финишировала первой, опередив многих мужчин. Участники признаются, после заплыва организм сам начинает вырабатывать тепло и уже не хочется надевать одежду. Правда, этот эффект действует несколько минут. Александр Седоев и спортом, и моржеванием занимается несколько лет. Объединить бег, лыжи и плавание в холодной воде довелось впервые. Вот. Повторить ходить в будущем? Да, да. Мне понравился тысяч раз. Уже буду более подготовленный. Финальный четвертый этап – бег босиком по снегу. Дистанция 300 метров. На финише каждого участника соревнований по Криатлону ждала награда. Медаль. Не за участие. За победу. Над своим страхом. Григорий Ворванин, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.